Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю показывать вам перцы, которые я сейчас потрошу на семена. Перед тем, как все разрезать, я немного о них рассказываю. Так же, как перец винни-пух, перец таежный, он тоже, его можно назвать карликом. Я про него сейчас финальное видео сниму. Один раз я его показывала зимой, когда просто пачку прочитывала свойства. Говорила, что буду в открытом грунте садить. Второй раз я его в рассаде показывала, потом показывала на грядке, что он маленький-маленький. А еще показывала, по-моему, что он поспел. И вот сейчас я собираю с него семена, так как он вызрел окончательно. Сегодня 28 сентября, вот это последние уже перцы. Этот перец нужно остановить на нем, так же как на винни-пухе, свой выбор тем, у кого нет совсем теплиц, кто хочет вырастить перец в открытом грунте и кто хочет, чтобы он вызрел до биологической зрелости. Вот, он вызрел полностью до биологической зрелости. Сначала, конечно, он вот такой, вот видите внизу, но он тоже это считается спелым. А я жду прям до переспелости. Видите, какой он даже бордовый такой. Этим я, ну как бы подстраховываюсь, вот когда вот такие переспелые, что семена жизнеспособные, что они вызрели. Это вот такой ярко-ярко-красный цвет, гарантия, что семена уже поспели. Для тех, кто не видел, несколько слов скажу. Перец сладкий таежный, видите, как всегда, медведь с морковкой. Это значит, что этот перец предназначен в основном, но не только предназначен в основном, а не так я сказала, неправильно, непредназначен. Можно, могут использовать жители холодных регионов без применения теплиц. То есть, он выносливый, он легко переносит эти, как сказать, периоды продолжительные и пониженных температур. Но тут я считаю, фотография неудачная, они не потрудились во всей красе его снять. Единственный перчик, который более-менее похож на нормальный, это вот этот вот, видите. А это какие-то закорючки желтые, я не знаю вообще, что это такое. Вообще, перец хороший, перчины у него вот такие вот, добрые такие. Несмотря на то, что он карликовый, он вполне такой достойный, дает урожай. Они сами кустики маленькие, но перчины большие. Так же, как все, что я рассказывала о Винни-Пухе, все касается его. Вот такой перец, я сейчас семена уберу, его можно фаршировать, его можно на зиму друг в друга воткнуть, можно с него лечь. Ну, идеальный вариант, красный, сочный. Сейчас прочитаем с той стороны. Так, если увидим, очки, конечно, я забыла там. Раннеспелый сорт, растение компактное, высотой до 30 см, мало облиствленное. Вот про что я и говорила, что 30 см это карлики считаются. Плоды конусовидные, масса 60 грамм, с сочной, нежной мякотью. Вот сорт характеризуется повышенной лёжкостью, транспортабельностью. Написано, для защищённого грунта, но тут почему-то противоречие. Во-первых, вот написано, северные овощи, это значит, он может произрастать в холодном, в открытом грунте. Опять же, написано, для защищённого грунта. Не совсем соответствует, потому что он хорошо вырастает в открытом грунте, хорошо вызревает в открытом грунте, доказательством этому вот эти вот перчики, которые я сняла с открытого грунта, всё лето я вам его показывала, без всяких укрытий, без всяких прикрытий. Вот это сорт таёжный, сейчас после него покажу ещё венти. Вот это три основных сорта, на которые должны быть нацелены те люди, у которых нет теплиц, и те люди, которые живут в проблемных регионах, то есть в регионе с коротким, холодным летом, с неблагоприятными условиями. Три сорта, это венни-пух, вот этот таёжный, это которые карликовые, 30-сантиметровые, и чуть повыше сорт венти, он 45 сантиметров, но он тоже компактный. Все эти три сорта можно выращивать без формирования, без подвязки, без каких-либо проблем. Все видели летом у меня грядку, которая прям грядой растёт, без колышков, без шпалер, без всяких ниток, без проблем. Венти, венни-пух и вот этот таёжный. Вот, пожалуйста, три сорта, которые, ну, по крайней мере, я, которые знаю, которые выделяю для того, чтобы очень легко занятым огородником вырастить в открытом грунте. Всё, до свидания.